Сегодня в программе Город Плюс депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев. Алексей, добрый день. Добрый день. Алексей, 16 марта вы приняли участие в совещании по вопросу работы в зимний период с гражданами без определенного места жительства. Расскажите о том, какие там были приняты решения. Это было действительно очень важное совещание для нашего города. Мы хотели понять, хватает ли городу пунктов обогрева официальных, то есть справляемся мы с тем количеством людей, которые есть, и необходимо ли улучшить, допустим, к следующему году или что-то можем делать сейчас. То есть я правильно понимаю, что именно по этой причине вы выступили с инициативой создания мобильных пунктов по обогреву? Да, я попросил губернатора в своем обращении создать механизм, при каких температурах необходимо создавать дополнительные пункты обогрева. Сейчас у нас, мы знаем, эпидемия гриппа, и в том числе ослабление организма, иммунитет идет из-за переохлаждения, но об этом говорят медики. На сегодняшний момент 278 таких мест уже оборудованы. То есть, как вы считаете, это достаточно? И что они из себя представляют? Ну, это уже не для горожан, это именно для лиц без определенного места жительства. Общественные организации, Ночлежка, Мальтийский крест говорят о том, что этого мало, и к следующему сезону нужно действительно этих количеств мест увеличивать. Они просят максимально в каждом районе такой пункт обогрева один, то есть еще 18 мобильных пунктов, но эта штука достаточно дорогая, потому что один месяц такого пункта прозвучала цифра 200 тысяч рублей на один пункт. И, соответственно, нужно понять, какое количество необходимо. У нас есть вопрос от юного корреспондента. Здравствуйте, Алексей Николаевич. Я хотела бы задать мой вопрос. Что нужно делать, если увидел на улице замерзающего человека? Если обнаружили человека, которому необходима помощь, необходимо прежде всего, если есть мобильный телефон, вызвать помощь медиков, попытаться найти какие-то вещи, чтобы его укрыть, и самое главное, его не бросать. С 1 марта запрещено парковаться на газонах. То есть, соответствующий законопроект подписал губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. Как вы считаете, что в городе изменится? У нас было запрещено довольно давно парковаться на газонах, но автоюристы, которые действуют по всей стране и в Петербурге, они особенно активны. Обжаловали его в Верховном суде с весны прошлого года, в том числе и питерский наш Санкт-Петербургский закон. И парковаться было нельзя, но это было ненаказуемо. По факту сейчас те лица, там, муниципальное образование, районная администрация, отдельные городские комитеты, которые штрафуют за это, сейчас снова получили полномочия, чтобы штрафы делать, но это полумера. В Москве же проблема решена, потому что у них подписано соглашение с ГУ МВД, и они эти данные дают городу, чтобы они могли составлять правонарушения. У нас, к сожалению, этого соглашения нет, и вот этот главный вопрос, который сейчас стоит перед городом. Вы считаете, что граждане слишком много платят за эвакуацию автомобиля? То есть оплачивается штраф, оплачивается принудительная эвакуация, оплачивается штрафная стоянка. Какой выход из этой ситуации вы увидите? И если есть какие-то дополнительные комментарии по поводу повышения размера штрафа за неправильную парковку? Значит, действительно, сейчас идет обсуждение повышения платы за неправильную парковку в 4 раза, да, прозвучала сумма. По факту, человек, когда встречается с этим штрафом, он встречается с этим штрафом, с эвакуацией автомобиля, стоимостью за эвакуацию и за аренду машины на штрафстоянку. То есть он оплачивает 3 раза, и штрафы они достигают от 4 до 5 тысяч рублей. Нам важно же не поднять штраф, а важно, чтобы было неминуемое наказание. Это очень важно, да, то, что человек поставил под знак, он понимает, что к нему все равно придет штраф. И это, в частности, работает в Москве, да, то есть там ездят машины, ходят операторы, которые записывают, и фактически ты в любом случае, если ты нарушил правила, ты получишь. Сейчас первым шагом найти, чтобы получили доступ к системе МВД, и город мог спокойно штрафовать без эвакуации. И тогда, прежде всего, штраф будет неминуем, и я уверяю, что с парковкой под знаком мы вопрос решим. Недавно вы вошли в рабочую группу по защите прав дольщиков, которая занимается мониторингом реализации дорожной карты по решению проблем граждан, которые были включены в реестр обманутых дольщиков. Расскажите об этой работе. Ну, группа только сформирована. Человек, когда покупает дом на уровне фундамента, это все равно риск, да, то есть, и нужно этот риск минимизировать, при этом не загубить строительный сектор. Одна из мер, которые предлагаются сейчас, опять же, федеральным законодателям, это то, чтобы 10% от стоимости стройки было уже у застройщика на счетах, чтобы он не мог различными юридическими фирмами, как это делает обход, то есть, собирает деньги одна фирма, строит другая, то есть, в итоге там продает квартиры третья, значит, обходятся все наши юридические законы, то есть, чтобы это была одна фирма, чтобы это была система прозрачная, вот, как для государства, так и для дольщиков. Поэтому я думаю, что наша рабочая группа будет разбираться с теми проблемами дольщиков, которые есть, а они есть, дома, которые недостроены, которые необходимы строительству, так и с будущим, чтобы система была прозрачна как для государства, так и для дольщиков. Спасибо. Спасибо.